МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 11 сентября Распоряжение председателя Одесской областной государственной администрации Игоря Палеца в Одессе и регионе объявлен день траура по погибшим пограничникам, которые прорывались из так называемого Должанского котла. Некоторые из них являются не только представителями Южного регионального управления государственной пограничной службы, но и одесситами или жителями близлежащих районов Одесской области. Вообще, к сожалению, если говорить правду, то такие траурные дни в нашей стране еще будут. Но будет и победа. И в этом более чем уверен. В то время, когда мы общаемся с вами в прямом эфире, 737-7310, звоните нам, задавайте свои вопросы. Через несколько минут в этой студии будет капеллан Украинско-православной церкви Киевского патриархата отец Александр Филиппов. Буквально через несколько минут он появится в этой студии. Еще одно трагическое известие из фронтовых сводок. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, при выполнении боевой задачи на фронте, официально это звучит, в зоне антитеррористической операции, погиб офицер Вооруженных сил Украины по управлению оперативного командования «Север» подполковник Виктор Новицкий. Как сообщается в информации пресс-службы Министерства обороны Украины, Виктор Новицкий ценой своей жизни спас раненого солдата, бойца-контрактника, одной из механизированных бригад. Колонну наших военнослужащиков стреляли сепаратисты, как всегда это или российские военные, пока это устанавливается, СБМ-21 «Град». Контракт не был ранен. Несмотря на шквальный огонь, подполковник Новицкий оказал первую медицинскую помощь своему солдату, своему подчиненному, оттащил его в безопасное место и в следующий зал, в следующий снаряд накрыл боевого офицера. Прощание с ним состоится в городе Ривна, там будет прощаться коллектив, которым служил подполковник Виктор Новицкий. Похоронит героя в Житомирской области, где живут его родители. Вот такие трагические вести. О приграничных районах с Украиной, это сообщение Совета национальной безопасности и обороны нашей страны, сосредоточено на сегодняшний день 45 тысяч личного состава российских войск. Также Российская Федерация стянула 160 танков, 1360 боевых бронированных машин, 390 артиллерийских систем, до 150 установок ГРАД, 192 боевых самолета и 137 ударных вертолетов. Вот такая армада готовится к вполне вероятному уторжению на территорию Украины. Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко. Кроме того, 11 августа в Псковской области России начинаются очередные масштабные учения воздушно-десантных войск, которые, как известно, являются наступательными силами. Отец Александр, буквально через минуту, есть некие проблемы со здоровьем. Не надо никаких заставок. Ребят, у нас прямой эфир. Не надо заниматься ерундой. Нас не поймут. Отец Александр, проходите, пожалуйста, вместе со своим коллегой, который вам помогает. К сожалению, я не могу вас встретить. Как я обещал в этой студии, военный капеллан Украинского православного церкви, Киевского патриархата, присаживайтесь. Ну вот, насколько мне известно, старые болячки, они там немножко мешают нашему герою эфира. Тем не менее, спасибо, отец Александр, что вы в нашей студии. Дуже вам дякую за то, что пришли. Доброго дня. Доброго дня. Вот такие вещи поступают с полей сражений. Еще раз хочу сказать, давайте помолимся за всех наших воинов, которые пали за свободу и независимость Родины. Родины всегда говорил, и буду это подчеркивать, сегодня война идет за жизнь Украины. То есть за жизнь каждого из нас. Согласен ли с такой точки зрения отец Александр? Мы сейчас узнаем буквально через секунду. Еще раз доброго вечера. Скажите, пожалуйста, вы с этим сгодны, что сегодня мы боремся не только за независимость нашей страны, а, прежде всего, за то, чтобы такая страна мала право на существование и жила, продолжила жить? Ну, если мы в Одессе, буду рассказывать о российском. Ну, давайте на русском языке. Это не проблема сегодня. Ну, так было разумнейше. Хай будет так. Так, я недавно разговаривал с офицерами, когда мы сидели там уже непосредственно в зоне, скажем, в более-менее мирном уголке. И я говорю, не смотрю на то, что вот там привозли помощь, собираем новую помощь, пытаемся как-то помочь действовать. Я им сказал, что если вы вдумаетесь в то, что происходит, на самом деле это не мы сейчас подставили вам плечо и тянем вашу лямку. Это вы подставили нам плечо под ту лямку, которую мы тянули 20 лет. Мы 20 лет говорили о независимости. Мы 20 лет говорили о том, что под видом религии насаждается сепаратизм. Мы 20 лет говорили о том, что это не может закончиться чем-то хорошим, о том, что происходят вот эти имперские шабаши по всей стране. Нас не слышали. Сейчас нас услышали. И если быть, скажем, откровенными до конца, это не мы сейчас подставили свое плечо военным, это наконец-то они нам подставили свое плечо. И, слава Богу, никто из нас сейчас не хочет перетягивать одеяло. Мы вместе берем и тянем эту лямку. И наши благодарны. Они, конечно, благодарят, когда мы приезжаем. Но я говорю, что настоящая благодарность – это наша им благодарность. А когда мы взаимоблагодарны, то у нас все получится. Отец Александр, я знаю, что вы очень много уже занимаетесь помощью нашим военным. Но как-то так получилось, что в силу, в том числе и каких-то моральных соображений, приходится, ну и профессиональных тоже, отслеживать, кто выезжает, какие места, какую помощь привозят. И прежде всего из-за того, чтобы не пересекаться, дабы наша волонтерская помощь, она как-то распределялась так на все части, на все подразделения. Но я не об этом. И как раз вот о морали хотел поговорить. Когда вы приезжаете к нашим бойцам, о чем они говорят прежде всего? Ведь я понимаю, что… Да, их радует сгущенка, как вот в этот раз мы отвезли. Я никогда не мог подумать, что сгущенка их обрадует. Наравне с балаклавами. Это батальон при Карпате как раз был. О чем они с вами беседуют? Как с лицом духовным прежде всего? Ну, беседы разные. И обычно со священником беседуют на какие-то простые вещи. Кто-то говорит, как он скучает по дому. Кто-то говорит о том, что вот начали посещать какие-то мысли нехорошие. То есть, ну вот это вот как бы психологическое давление, ситуация, то есть вот беспокойство за родных. Кто-то говорит о том, что его призвали как резервиста и обещали компенсировать все, как бы всю его зарплату и так далее. Но его обманули. Кто-то говорит о том, что в связи с последними событиями, последних лет в стране пришлось бизнес увести в тень. И сейчас его призвали, и его бизнес прогорел. То есть переживания, скажем, в основном такие вот душевные, бытовые, о чем вот скорбь на сердце. Но запомнилась последняя беседа, когда мы уже были, когда зачищался район Красногорская, когда уже там прям в населенном пункте. Насколько я знаю, что его чистили долго, и до сих пор там проблемы. Когда вот я был именно в этом населенном пункте, подошел боец, призванный резервист, сержант, ему чуть более 40 лет, подошел поговорить с батюшкой. И он не смог говорить, потому что он все это время, то есть у него лились слезы, он рыдал на взрыд. Он рассказывал, как когда они чистили населенный пункт, вылезла маленькая девочка с подвала и просила ее не убивать, потому что сказали, что их придут убивать. То есть они уговаривают их выйти с подвала для того, чтобы они покушали. То есть вот 40, почти 45-летний мужик стоит, ревет на взрыд. То есть, ну вот это вот, скажем, много можно рассказать, но все-таки есть тайна исповеди. То есть, ну вот из того, что вот с эмоциональных моментов, конечно, вот для меня сейчас Донбасс, это вот этот рыдающий мужик-солдат, которого там призвали с, по-моему, с под Киево, то есть совершенно с другого района. Но ведь на самом деле мы с вами можем сейчас разговаривать, да, как люди, которые немножко понимают, что там происходит. Донбасс, он сегодня разный, да? В том числе вот меня удивляют и радуют те ребята, которые смеются, смеются смертью в лицо, и они понимают, что они не уйдут, они так говорят. Свидетельно тоже был того, мы отвезли этого сержанта, вернее, старшину сюда, в Одессу, на встречу с женой, отпустили его на 10 дней, он говорит, я 10 дней не выдержу, я к пацанам вернусь обратно, мы должны закончить с этим. Когда вы везете помощь, на что вы, прежде всего, ориентируетесь? Потому что мы сейчас в этом эфире можем обратиться, в том числе к одесситам, не только к одесситам, жителям Одесской области. В чем необходима помощь, в чем нуждаются наши солдаты? Я знаю, что у вас есть приват-карточка, кстати, приват-банк-карточка, да? Мы можем его ввести на экран, пусть посмотрит телезритель, а вы пока в этом... Для нас у вас. Да, это все есть. В чем нуждаются сегодня бойцы? Тут мне проще, я сам бывший военный, я служил 6 лет по контракту, разведрода, спецназ, мясо ориентировался быстро, мне легче, но я сразу прошу, ни в коем случае не нужны скоропортящиеся продукты, потому что с этим проблема. Понятно, что хочется передать колбаски, копченые, что-то вкусненькое. Это все абсолютно понятно, но банка рыбной консервы в жаре, которую можно неделю таскать с собой в подсумке, и когда нужно будет съесть, она намного важнее, там самые лучшие колбаски и прочих вещей, которые, скажем, даже в процессе транспортировки придут в негодность. То есть тут уже не нужно быть семипядей во лбу. Большая проблема с загрудками в металлических банках, тоже хотят порадовать, да, то есть солдатиков. То есть это понятное все чувство, но все-таки Господь дал нам еще и разум, которым нужно пользоваться, да, целых полтора килограмма серого вещества с белым в перемешку. Поэтому тут надо подходить очень непросто. Калорийные продукты длительного хранения. Консервы в металлических закруточках, хорошо идет, там, чай, кофе, какие-то конфетки такие, которые в жару не слипнутся, в один камень при транспортировке не потекут. Скажем, какие-то обезложенные концентраты, которые можно залить кипяточком. Вот такие вещи. И один из самых ходовых, конечно, востребованных, там, таких товаров народного потребления, это влажные салфетки, решают очень много проблем, потому что вот мы ездили по степи, конечно, это бесконечная пыль, 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 пыль. То есть вот тут уже можно подходить творчески, да, любые продукты длительного хранения, концентрированные, обезвоженные, то есть и так далее, и тому подобное, которые подлежат транспортировке, длительному хранению, и, скажем, таким экстремальным условием, которые можно везти, трясти, томить на жаре, держать, скажем, в не лучших условиях для того, чтобы это можно было кушать. Ну, водичка и прочие вещи, то есть это уже именно для тех, кто берется везти, потому что, допустим, намного целесообразнее брать какие-то деньги, докупаться там уже ближе и отправлять машину, чем гнать машину, допустим, через всю страну, груженную водой, когда эта вода становится... Да, километраж приходится... Да, вода становится уже, да. ...всю страну проезжаешь, фактически. Да, то есть... Это правда. Есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Да, да, я... Да, да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Повторая скраска, потому что очень рада, что попала к вам на передачу, вот так включила телевизор. Как раз душа соответствует, мое состояние от души соответствует теме. Значит, прежде всего я хочу попросить, куда можно что-то привезти, вот по адресу, потому что я пенсионерка, мне трудно вот это переводы на карточку. Мы сможем, помогаем, чем можем. Вот, где только можем. Но, как говорится, не сильно, может, и получается. А второе, это моральный аспект. Мы сегодня вышли, мы живем на базарной между Пушкинской и Осипова. Ни одного флага, ни одной траурной ленточки, только на детском центре покойного Бориса Давыдовича, ну, это они сами повесили. Ну, на небесах, может, рассудят, кто прав, кто виноват. Но АЖЭК никогда не... Это сепартисты, это гады, и никогда они не почтут память погибших. Мы сами прицепили ленточку, мы сами прицепили украинскую ленточку. Вот, так что душа... Ну, кто, у кого что в душе, тот и поменет. Вот, а это их обязанность служебная. Вот, тут уже, как говорится, есть служебные обязанности, есть моральный аспект, но там ноль. Вот, и, пожалуйста, скажите, куда вот, я возьму, например, мешочек этих салфеток, принесу, куда? Можете сказать? Давайте я вам скажу два адреса. Это непосредственно адрес нашей студии, потому что уже через меня передают какие-то... Спасибо, я тогда... Да, улица Клиновая 2А, зайдете и занесете, мы скоро уже туда тоже... Клиновая 2А, да? Клиновая 2А, да. А какой это район? Это Приморский район, 4-я станция Большого Фонтана. А, еще раз спасибо, все, поняла, да, не задерживаю. Спасибо вам огромное. Кстати, вот... Да, спасибо огромное. Кстати, вот тема, которая вот с утра вот в душе где-то скребут кошки, потому что реально очень мало флагов с траурной ленточкой, хотя траур объявлен в Одессе, в Одесской области вполне официально. Как с этим быть? Ведь, отец Александрович, нам жить не только рядом с теми одесситами, которые поддержали, так помягче, как бы сказать, то, что происходит на Донбассе сегодня, и с теми людьми, которые вот так ждали, что их убьют, а некоторые верят до сих пор, что вот укры, они такие злые и нехорошие. Как с этим быть? Ведь это проблема. Есть такая старая народная мудрость, насильно мил не будешь, да? И я, скажем, очень часто занимался непопулярными вещами, потому что, допустим, вот это сейчас мы говорим об Украинской Церкви и так далее. Все годы до этого в Одессе нужно было бивать пороги, и от тебя отмахивались, как назойливые мухи. Почему? Потому что помогать Украинской Церкви, это можно было поставить крест на своей карьере, это можно было иметь проблемы от депутатов, чего греха таить. То есть мы прекрасно об этом знаем, что, скажем, те, кому мы поперек горла, во всех органах власти, они последние люди. И решить какие-то вопросы было невозможно. И самое главное — верить в то, что делаешь ты. И сейчас, скажем, мы видим плоды этой работы, мы видим, как говорят в Одессе, две большие разницы между священником и священником. мы видим, скажем, результаты и так далее, и тому подобное. Нужно просто верить в то, что ты делаешь. Потому что, вот я сейчас услышал ответ на этот вопрос, то есть мы пошли и сами повесили. То есть только таким образом, потому что нельзя приказать человеку стать человеком. Почеловечиться можно только изнутри. Нельзя заставить любить. Украину или любить. Очень важно, очень важно, для того, чтобы человеку, который как бы вот в нем проснулся, человечек, да, для того, чтобы ему было на кого посмотреть, с кем поговорить, посоветоваться. И поэтому, если мы это понимаем, мы должны просто, несмотря ни на что, все это делать. Сейчас очень популярная такая отмазка, то есть или самооправдание, может кто-то как угодно, то есть силу своей риторики называть это. Люди говорят о том, что генералы и депутаты, и чиновники разворовали армию, теперь пусть они ее помогают. Не понимая простую вещь, что именно вот сейчас, уже сейчас, это не риторический вопрос, не гипотетический, уже сейчас стоит солдат без бронежилета, и именно сейчас в него стреляют. И мы забываем о том, что разворовали депутаты, генералы, чиновники и прочие, с нашего молчаливого согласия. И поэтому мы уже предали свою армию, потому что мы им позволили это сделать. Мы, потому что это выборные должности. И сейчас у нас есть шанс сказать, что да, мы разворовали, да, мы виноваты. И мы готовы нести ответственность, помогать нашей армии, помогать нашей стране не попасть в то болото, в которое попасть ни в коем случае нельзя. Я прожил в том государстве, которое нас пытаются втянуть почти 30 лет. И я костьми лягу, чтобы мы не попали туда, потому что я досконально знаю, как там живут люди. Не те люди, которые с Питера и с Москвы приезжают сюда туристами, и все думают, о, там люди хорошо живут. А те люди, которые, извините, там света белого не видят, там такая нищета беспролазная. Есть очередной телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Хотелось бы, в какой момент еще поднять вашу передачу, послезавтра, по-моему, будет избрание руководителя вот этой фирмы московский патриархат, украинская церковь, московского патриархата. Ну, лично я от этого собрания ничего хорошего для нашей церкви православной я не ожидаю. Боюсь, Россия с этой стороны, конечно, будет давить, давить колоссально. Проблема для нашей страны огромнейшая. Как вы видите эту ситуацию? И вообще, как нам, украинцам, я имею в виду украинцам, не ческим, а гражданам Украины, быть на этой ситуации, потому что, ну, московский патриархат, понятно, да, серьезная фирма, сепаратистская, которая... Понятно. Спасибо за ваш вопрос. Прежде чем отец Александр ответит, я, кстати, его вот процитирую в фейсбуке, он написал буквально недавно. Да просят мне хорошие батюшки из московского патриархата, коих я знаю меньше, чем пальцы на моей одной руке, но правда она такая, такая, что ее в кармане не спрячешь, колется. Ну, это вот к вашему ответу такой эпиграф. Дело в том, что лучше всего украинцу растождествиться с этим понятием Украинская Православная Церковь, Московского Патриархата, потому что в самом названии уже таится некий казус. Для меня это звучит как-то, знаете, как вот Петина, жена Васи. То есть в самом названии как-то, ну, уже какая-то, ну, какая-то глупость или даже маразм, потому что... А я бы сказал, кощунство на фоне тех событий, которые происходят. Ну, я многого не договариваю. Я понимаю. И для меня было проще просто растождествиться с этим понятием. И когда меня люди спрашивают о том, что вот, ну, вот, собираем сейчас помощь, много, ну, очень много, то есть я и так как бы человек достаточно публичный, а сейчас как бы это все в таком очень жестком ритме, то есть, и меня часто спрашивают, ну, что вот будет объединение? А я говорю, вот, а я не хочу. А с кем объединяться? С теми, кто нас предавал, а с теми, кто кидали в нас камни, с теми, кто пробивал нам голову, с теми, кто осквернял наши храмы, то есть, ну, с теми, кто штурмовал наши храмы. А как мы с ними встанем сейчас за один престол служить Божью службу? Кто не хочет отпевать сегодня погибших? И это есть такие факты? Ну, у меня вопросы, конечно, к людям, зачем они туда пошли, но это другой вопрос, люди могут по незнанию идти. Но я вам честно скажу, что для меня вопрос объединения, он, скажем, ну, я, допустим, я понимаю, что должна быть в Украине одна церковь и так далее и тому подобное, но сейчас сделать этот микс, то мы не получим украинской православной церкви, ну, единой, объединенной. Почему? Потому что, ну, поймите, есть вещи, которые нельзя смешивать. И те люди, которые всю жизнь оскорбляли меня, унижали, когда фанатики нападали, допустим, на наши храмы, когда мои дети стояли забрызганы моей кровью, когда мне разбили голову, допустим. Зачем нам? Ну, то есть, хорошо, мы соберемся вместе, а что мы будем делать? Предавать Украину с ними? Я не смогу. Защищать Украину они не смогут, потому что они всю жизнь посвятили другой работе. Что мы будем делать? Уничтожению Украины. Поэтому, на самом деле, это вопрос очень риторический. Кстати, в этой студии мы об этом говорили с епископом Марком, он практически так же отвечал на этот вопрос. Телефонный звонок, добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Присажите меня, такой конкретный вопрос. Я хотела узнать, где у нас в Одессе находятся в украинской церкви. Что конкретно, может быть, ответили? Мне сказали, что есть две, и они находятся, не знаю. А теперь так немножко, даже не знаю, что сказать. Вы знаете, слез не хватает, уже обмакивать ребят, которые пить. Тоже выплаканы, все слезы. Просто хочется сказать, что дай бог, чтобы хотя бы немножечко их еще побольше живыми вернулось. И еще, вы знаете, все подойдется в сравнении. Война нам показала, какие у нас настоящие мужчины. Ни один российский наемник не стоит подметки нашего военного. Спасибо вам огромное. Спасибо. Если так коротко, по существу, приходы кафедральных Рождества Христова на Пастера 5, на Воробьево, по-моему, 13, переоборудованные из школы, храм, возрождает служение, там долгое время они служились. Храм на Среднефонтанской, это Лунный переулок 2, по-моему, то есть это бывший летний кинотеатр. То есть у нас в основном приспособленные, то есть у нас одно типовое здание, все остальные приспособленные. Сейчас, вот где я служу, это на Большевике, на 8 марта новый храм еще не до конца расписанный. То есть я езжу туда, я строю иногда до отчаяния, потому что никто не хочет помогать. Реально, то есть вот мы с друзьями, то есть я вот даже со своими болячками таскаю кирпич сам, потому что, ну, никто не откликается. Единственный храм на поселке Котовского на почти полумиллионный район, то есть мне непонятно, почему не нужна украинская церковь в Одессе на такой огромный район. Хотя время показало, что она нужна. Я прошу режиссера вывести на экран номер карточки Приватбанка, которая принадлежит как раз Александру. И телефон, давайте я подскажу, 094-948-79-74. Еще раз, номер телефона 094-948-79-74. Ну и номер карточки вы сейчас видите на своих экранах, я ее озвучу 53-63-54-23-01-98-72-78. Отец Александр Филиппов. И по поводу воинов, то есть мы не только молитвами, мы служим, молимся, мы, конечно, не оставляем упования, потому что Господь с него смотрит, ничего не будет, но мы готовы и своими силами, и средствами, и всем, чем можем, то есть поддержать наших воинов. Потому что молитва должна быть подкреплена. Кстати, отец Александра является инициатором благотворительной акции «Солдатский крест». Есть вот такие кресты, приходят на передовую и спасают наших бойцов, я знаю, о чем говорю. Есть телефонный звонок, уже на сегодня последний, если можно, очень кратко сформулируйте его. Добрый вечер. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела бы сказать по этому поводу, в связи с предстоящими выборами нашего митрополита, я для себя сделала такой вот выбор, сразу же после того, когда ходила на панахиду, после Пасхи, на проводы. И когда уходила, я посмотрела, я не буду называть этот храм, когда шли с боковой двери такие довольно-таки крепкие мужчины боевого вида, и все это забрали. А вот женщины были грустные, вот эти вот, которые в храме прислуживались. Если можно, быстрее, пожалуйста, и время эфира заканчиваются. Я считаю, что сейчас вот то, что мы не можем, простые прихожане, повлиять на выборы митрополита. Выбор может быть действительно в пользу Москвы. Но вот я стала ходить только в наши храмы, вот на пастер, потом на средний фантаз. Спасибо вам огромное, спасибо. Спасибо огромное, спасибо всем, кто принимал участие в этой программе. Отец Александр, военный капеллан, порт-аерея, Украинская православная церковь, Киевского патриархата. Ну и сегодня день траура. Еще раз напоминаю, 11 августа 2014 года, и мы завершаем это песни, реквием памяти наших бойцов и тех, кто жив сражается на передовой. Я живый. Спасибо вам, Отец Александр. А я живый, матусенька, живый, хоть уже по нас безчесно так стреляют, для них же свій народ, то вороги. Якщо ж загину, то за що я знаю, для них же свій народ, то вороги. Якщо ж загину, то за що я знаю, я знаю, мамо, ой, як тобі болить, о, та моя нестримна вдача, але не плач, хай наші вороги від немочи своєї гірко плачуть. Але не плач, хай наші вороги від немочи своєї гірко плачуть. Субтитрувальниця Оля Шор Субтитры подогнал «Симон»